Клево всем, друзья! Приехал сегодня на Кубань Приехал с Донкой, хочу половить рыбку на Донку В этом месте я недавно был, ловил на маховую удочку Задача была поймать американского Сомика И одного я все-таки поймал, хорошего, грамм на 400 Боец был, во! Но сегодня я с Донкой, есть интересное место Прижимная яма И буду ловить как раз по границе основной струи и обратки Надеюсь, все получится Погнали, друзья! Вот такая у меня Доночка Брал в том году за 800 рублей Сколько она? 3 метра длиной С тестом до 140 грамм Такая мягенькая, дубовенькая Нормальная Для таких условий то, что надо И мощная, и не длинная И в то же время у нее идет в комплект несколько сменных кончиков Как на Фидере Довольно мягкие, чувствительные При ловле на донку я так же, как и на Фидер Ловлю с точкой ловли Это более правильно, чем кидать куда придется Поэтому я собираюсь так, чтобы донка Удилища для донки и вес кормушки Вместе с прикормкой был адекватен И я мог его всегда в нужное место точно забросить Сейчас я буду искать точку ловли Мне нужно найти так, чтобы кормушка не прыгала А сразу остановилась Далеко тут совершенно кидать не надо Кидаю в струю Выбрал направление Кинул в струю Положил удилище В принципе Пока так меня устроить Сейчас заклипсовался И ее чуть-чуть пронесло кормушку И я просто чуть-чуть сдвину на пару метров правее И так буду до тех пор делать Пока кормушка сразу не будет приземляться Без скачков Выбрал новое направление Положил и смотрю на кончик удилища Все равно скачет Еще на пару метров Правее А можно было сделать Допустим на метр Ближе кинуть Угол уже большой взял Вот сейчас Раз-два На два оборота катушки подмотал Опять заклипсовался Увеличивать вес груза не хочу Не так комфортно ловить будет Опять беру то направление Последнее Отлично Кормушка легла И не прыгает Проверяю еще раз На ту же точку заброс Удар в клипс Положил Смотрю Все Кормушка легла Идеально Все Если я буду вот так все время кидать В том месте постепенно будет накапливаться корм Рыбка туда будет собираться И я думаю я что-нибудь поймаю Кормушку забивать плотно не буду Прикормка у меня сыпучая Мне нужно чтобы она вымывалась из кормушки И там собирала рыбу Закармливать отдельно не буду Все Привязываю поводок И сразу Насадку буду ловить Петля Поводок у меня крепится Петля в петлю Благодаря этому я могу В любой момент Поставить любой поводок Любой длины От 5 сантиметров До бесконечности Из любого материала Хоть из плетенки Хоть из монолески Сейчас у меня монолеска 0,18 Поводок 30 сантиметров Посмотрим Как рыбка будет реагировать В этом месте Много американского сомика Кормушку Забил Рукой Все И мне нужно чтобы она вымывалась Если она будет вымываться Значит она будет собирать рыбу Не будет вымываться Рыбу собирать не будет И первый заброс В бой друзья Хочу рыбу Все Ставим Ожидание поклевки Интересно на каком забросе Клюнет Больше трех минут Ждать не буду Опа Сразу на первом забросе Поклевка Без закорма Без ничего Вот это да Класс Кто там Никого Бац-бац и мимо У меня подо мной Обрыв почти Больше трех метров Все Корм вымылся Забиваю Заново Раз вымылся Значит Он там собирает рыбку Нифига себе Только приземлилась Уже поклевка Ого Ого Ну пока реализовать не могу Не поймал Не поймал Аааа Поймал Маленький Кто Маленькая густерка Небольшая Ну такую Отпускаем Густерка Густера Там Ну тут рыбы Должно быть много Мне тут интересно Когда сомик подойдет И после подойдет Сразу клюет Представляете Ничего себе Она сразу клюет Мелочевка Так А я хочу не только мелочевку Я еще не покрупнее хочу Так То же самое Походу То же самое Зря я его выпустил Хе-хе-хе Тут и карась есть Пока тут мелочевка Передо мной еще тут Берег Кто это И опять то же самое Ничего себе Одна и та же густера У меня крови Друзья Не это капельку Покрупнее Ого Ого Что-то покрупнее Друзья Такая классная Поклевка мощная Та нет То же самое А нет Покрупнее Покрупнее Кто там Карасик Друзья Ребята Карасик Какой классный Хе-хе-хе-хе Во Отлично Вот это шикарно Смотрите Светленький Кубанский Хе-хе-хе Красавец Садок На жароху Собираем рыбку Рыбку Собираем Четко В нужное место Там уже следы Прикормки есть Рыбка их чует И приходит Раз уже карасик Даже подошел Это круто Оп Сразу клюет Надо же Неожиданно Ребята Вы видели И мимо Чуть палка Не утащила И мимо Чуть не нырнула Так Получу поставить Тут тащит Водок Целый Вот это Всадило Яж испугался Класс Еще хочу Таких поклевок Туда же Только туда Не на сантиметр В сторону Что-то сидит Некрупное Карасик Небольшой Прикольно Карасик стал Если так Это вообще Сказка Даже не ожидал Друзья Смотрите Пубенцы Не нужны Кроме того Что я ловлю Всего на одно Удилище При правильном Подходит Даже На донку Больше И не нужно Так Еще Бубенцы Не мешают Зачем Я и так Поклевки Вижу Не, ну если вам нравится Звук Пожалуйста Главное Четко кидать В одну точку Максимально Вот рыбка Там Кормушка Не надо Перегружать Удилище Нужно Чтоб Корм Вымывался И кидать В одну точку Все И не ждать По три часа На течение Больше трех минут Нет смысла Можно даже меньше Перезабрасывать Чтоб корм Там обновлялся Не, что мелкое Что-то мелкое Густерочка Махонькая Густера Махонькая Попалась Пчелки Жужжат Вовсю В сентябре Вовсю Тепло И пчелы Жужжат Класс Та ты мне дашь Перекурить минутку А Это собралось С первого Съел Съела То что не съем То понаткусываю Так Попробую червячка Едать Как отреагирует Ну а парыша Просто шикарно И вот червяк Полетел Бывает Разные насадки Разная рыба Клюет Так интересно Здесь прижимая Яма В принципе Есть здесь все Я здесь даже Усача ловил Чувачка не хочет Вместе хоть Да Знаете друзья На пустой крючок Клюет слабо Всегда это знал Вот Иногда продолжаю Проверять Так ли это Кукурузку не хочет Пока Возможно рыба не собралась Та которая хочет Кукурузку А у нас Кукурузку любит Кто? Шамая Потом Кукуруза любит Тут тоже пустой крючок Странно Почему Поклевок не вижу Еще раз кукурузку Шамая Любит кукурузу Как-то не странно Карась Карп Сазан Лещ Бывает хорошо Берет кукурузу Рыбец Бывает хорошо Включается кукурузу Ничего не хочет А берет только кукурузу Нужно мелочь стоит И сдюбивает А кончик Уделище довольно мощный И не видит этих поклевок Потому что когда хорошие поклевки Он видит А когда мелочь Дюб-дюб Он практически не видит Это проблема Всех донок Что-то есть на кукурузке Уже показалось Ну что здесь Есть это небольшое Кто-то кукурузку скушал Платва Платва еще любит кукурузу Да, друзья Таране, платва Любят кукурузу Поводок покороче 15 сантиметров Поводок Ничего себе Чуточку опять не утащила Вторая такая поклевка И без реализации Потому что американский таксовать Клевать Сомики, кстати Они на такое способны Та ё-моё Мощнейшие поклевки Реализовать не могу Сейчас буду думать над этим вопросом Сейчас этот вопрос решу, друзья Мастерок Сижу как в закутке Сзади деревья Тут деревья И тут деревья Ветер идет вот так вот Со спины И он идет по деревьям И мне не мешает Класс Мощнейшая поклевочка была Кто-то сидит Кто-то сидит Загибы шикарные Карач Какой классный, друзья Вот это карасище Вот это класс Такой красавец По чуть-чуть По чуть-чуть Вроде по чуть-чуть Приконки В кормушечке подается Вымывается А рыбка собирается Какие караси классные заходят Да, на удочку Я просто не доставал Когда ловил Недавно на удочку Я не доставал до рыбы Короткая шестиметровка И получается Ловишь под берегом А рыба Чуть-чуть дальше состоит И ее очень много Поглевка Загляденье было Караси отлично Шикарный караси Друзья, монтаж Я использую Обычный Инлайн Обычный Фидерный Инлайн Мне начнут Писать Что Это Фидер А вот Фигушки Друзья Есть знаменитая Раз Потому что Она Грубая Тяжелая Мощная Упирается В воду Это выходит Великолепно Моя самодельная Кармаша Дальше Разница в том Что там леска Идет сквозь нее И она скользит Вот так И спереди Поводок А у меня Поводок Сзади нее Какая разница И она скользит На одном Креплении Но смысл Тот же Тот же Дальше Смотрите Кормушка В воде Стоит Мы забрасываем Ее Тячит Леску И она В воде Примерно Если вот Течение Как и в Кубане Одна в воде Примерно Стоит Вот так Вот так Расположена Леска Вот так Идет по дуге К вам Сама кормушка Вот так Останавливается И вот Вот тут Два поводка Смотрите А у меня Вот тут Поводок Получается У меня Поводок Окажется Прямо Напротив Кормушки А вот эти Поводки Чуть дальше Кормушки Понимаете В чем разница Дальше По чувствительности Смотрите Леска идет Сквозь нее Проходит через Большую длину Сквозь ту кормушку И рыбе Если она пойдет Прямо Поклевку Сопротивление Будет для нее Небольшое Но если она пойдет В любую другую сторону Получится Угол большой Излома И уже Рыбе придется Несмотря на то Что скользящая Сдвинуть И кормушку Здесь же Такого проблем Нету Чувствительность Вот этого Монтажа Намного выше Вон ту Кормушку Сделайте Вон таким Образом Повесьте И у вас Чувствительность Будет На удилищах Намного выше И легче Она будет Выходить Из воды Это вот Мои самодельные Кормушки Сделал Две минуты Кормушка готова Отдельно Купил груза Отдельно Проволоку Отдельно Пружинку Собрал Каких Нужно Весов Все Элементарная Простень Очень легко Тоже Самый Смысл Скользящего Грузила Еще и Поводок Находится Более Правильно А вот Этот отводик Это только Для того Он может Сделать Любой Длины Для того Чтобы не было Перехлестов При забросе При забросе Удар В клипсу Поводок Выпрямляется Нету Перехлеста Поводок Мы можем Взять Из чего Угодно И любой Длины Он съемный Без проблем Можно и два Повесить Как у Кормушки Проблем Нет Но Сам смысл Того Что Вот Этот вариант Для рыбы Более Чувствительный И более Легче Выходит Из воды И зачем Мучиться С тем Монтажом Если Тот и тот Практически Онлайн Поэтому Это Та же Донка Только Чуть Чуть Другой Монтаж Все Забил Кормушка 60 грамм И Очень Легко По Течению Выходит Без проблем Делается На коленке Стоит Копейки Благодаря Всему Я могу Использовать Любой Толщины Любого Материала Поводки Для Любой Рыбы Могу Использовать Благодаря Красавец Да Друзья Могу Использовать Более Легкое Удилище Благодаря Всему Этому Я бросаю Более Точно Попробуйте Сделайте Такую Вот Там У себя В средней Полосе Где Вы Много Леща Ловите И Половите На Леща Поставьте Те же Самые Поводки Как вы Ставите На Вот Эту Кормушку Все То же Самое Сделайте Только Совет И у вас Поверьте Будет На Более Легкие Удилища Приятнее Будет Ловить Точнее Будете Кидать Легче Выходить Будет Давай Карасик Гостерка 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 За Борт Если бы не течение, можно было бы пожить 5-10 минут, но так как течение, все корм смывает далеко и быстро, больше трех минут ожидать нет смысла. За это время у вас может и съесть, вы не заметите, за это время поводок может забудаться за ракушки, за камни. Это максимум 3 минуты. И вы постоянно даете новый корм и рыбка кушает, собирается и клюет. Оп, есть рыбка, есть, есть, есть. Зато караси великолепно клюют. Какие они классные. За огонь, огонь, огонь. На фиксовике нужны туда есть шикарные караси. Иди сюда. Иди сюда. Блин, там карася я поставил, друзья. Вот такого шикарного карася я поставил. В огромном количестве. Сейчас буду пробовать кусочек желтой резины. Без опаруха. Вот, помню, как называется. Пока менял ракурс и камер, получил две поклевки. карася я поймал двух карасей на пенопласт. Раз, будем повторять. Вот такая вот насадка. Плавающая резина кусочек. И запаха, без ничего. Просто твердая, очень твердая резина. Такая искусственная кукуруза для ловли на флет. Нет, от нее кусочек. Не ароматизированная нейтралка. Опа. В бой. Без опарыша поклевку. Чуть-чуть дольше ждать приходится. Ну, вот, двух поймал. Кто-то есть. Или сошел. Есть. На пенопласт. Это уже третья, друзья. Клюет нормально. Но, поклевки ждать приходится дольше. И вот вопрос. А зачем мне ждать дольше поклевки? Если я могу насадить ту приманку, на которую он клюнет быстрее. Да. И тому, кто ловит на несколько удилищ, как раз это будет лучше, что клюет реже. Потому что он просто при хорошем клеве не будет успевать. Поэтому ему нормально. Я ловлю на одно удилище. И мне лучше, чтобы клювало на одной как можно чаще. На пенопласт клюет. А на насадку натуральную клюет лучше. Я буду ловить на натуральную насадку. Иди сюда. Вот. На пенопласт приходилось ждать в районе двух минут поклевки. А здесь начинает клювать уже секунд через пять-десять. После приземления. Вот. Кукуруза. Кукуруза. Натуральная. С обариком. И вот на данный момент, да. Если бы сейчас взял три удилища, четыре. Поставил бы. Зарядил бы пенопластом. Мне было бы отлично. Они бы клювали. Раз в две минуты. Каждая. И мне было бы очень комфортно ловить. Когда я ловлю один на одно удилище. Все время, чем чаще клюет, тем лучше. Я не умею забрасывать колокольчиками. Поэтому, надеюсь, все будет нормально. Добавлю парыша. Кормочки. Кормочки. Так. Надеюсь, не отстрелю и не улетит колокольчик. Первый раз сделаю за много-много лет такое. С Богом, друзья. Тихо. Тихо. Клюет. Тихо. 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 есть рыбка сниму там рыбку такие поднимают кодом усач друзей ой фут усач рыбец настоящую донку рыбец какой-то божественный звук колокольчиков не бубенцов в нашем случае занятия сел встал сел встал и смотреть вверх так удобно мимо или нет сидит сидит учитель фикцион отпущенного кто там снимаем густера так что я не понял до этого ловился карась перешел ловить на настоящую донку пошло все вместе так я карася хочу на донку поймать колокольчики улетели все нету больше бубенцов ладно сейчас поймаем одну рыбку и сядем нормально хороший способ для похудения друзья как раз мне надо так заниматься а то есть сижу 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 мимо я присяду друзья друзья извините но вот вот этого спортивная донка не мое на пузико мешает честно у всех встал подпрыгнул и кстати поклевки хуже видно когда я сижу и у меня голова стоит удобно комфортно взгляд направлен чуть чуть вниз поклевки видно сто раз лучше поэтому я даже на течение ловлю возле берега я спиннинг никогда удилища не задираю раньше ловил так пробовал но перешел к тому что на течение что на стоячем водоеме на фидер на донке ловлю одинаково ну что друзья вот такая сегодня была рыбалка ничего особенного как бы просто ведро рыбы на одну донку ведро карася на перемешку с американским сумик сумиком немножко рыбцов и густерок великолепно одна донка один рыбак удовольствие выше крыши до новых встреч друзья да